Вы знаете, но одна из новостей, которая наиболее вчера же, наиболее активно обсуждается, поэтому не можем не спросить, вчера же сдавали одиннадцатиклассники математику, правильно? Да. ЕГЭ по математике. И одним из трагических итогов стало то, что девочка умерла. Вот как бы это какая-то такая очень частная история, или это вот последствия того стресса, который испытывают ученики? В таких случаях, слава Богу, немного, но, к сожалению, они есть, потому что цена единого госэкзамена очень высока. От него зависит часто, сможешь ли ты попасть на бюджетное место в приличный ВУЗ, ну, в значительной степени начало профессиональной карьеры. Плюс, понимаете, у нас сейчас альфой и омегой для наших ребят стал успех, а ЕГЭ – это один из символов успеха. Не все понимают, что успех не всегда тождественен счастью. Вот, конечно, ЕГЭ – это очень большая нагрузка. Кстати, ЕГЭ по математике некогда был максимально приближен к классической контрольной работе. Я считаю, что это был один из лучших ЕГЭ. Но в последнее время ввели два ЕГЭ по математике, либо обычной, либо повышенной сложности, профильной. И получилось так. Сначала разрешили детям сдавать и тот, и другой, и это было правильно. А теперь вы должны заранее выбрать уровень ваших притязаний. Либо вы сдаете обычный, достаточно легкий, я бы сказал, примитивный, либо профильный, очень сложный. И вы должны понимать, что если вы не сдаете профильный, то уже на многие факультеты, отделения специальности вы поступить не сможете. Не только на математику, физику, инженерные специальности, но и, например, на экономику. Подождите, а зачем сдавать профильный? Как это на результат леет? Там больше баллов начисляется? Нет. Если вы сдавали профильный, то вы можете поступать на все специальности, требующие высокой математической подготовки. Если вы сдавали обычный, на специальности, требующие высокой математической подготовки, поступать вы не будете. Условно говоря, только на гуманитарные. На экономику не возьмут? Нет, и еще и на экономику не возьмут. А, и на экономику не возьмут? На экономику не возьмут, да. То есть, фактически все те, кто выбирает для себя инженерно-технические или прочие специальности, они обязаны пойти на сложный экзамен. Правильно я понимаю? Да. Скажите, вот мне идеологически хочется понять, ведь когда вводился ЕГЭ, я очень хорошо помню эти времена, речь была о том, чтобы, наоборот, снизить уровень стресса, потому что сдавать 4 экзамена в июне, а потом идти на вузовские экзамены, например, в июле сдавать в МГУ, а в АВА выпусти еще, если ты не прошел в МГУ, пытаться попасть в какой-то более простой вуз, это означало, что там 12-15 экзаменов, потом сказали, будет один ЕГЭ, будет проще. Да, физически действительно проще. Но концентрация эмоциональная. Одну серию экзаменов сдавать легче, чем несколько серий, но при прежней системе у вас было право на ошибку. Не получилось в одном месте, попробовали в другом. Сейчас цена ошибки резко выросла. Слушайте, ну, одна из основных идей ЕГЭ, насколько я помню, когда он вводился, это была история про снижение необъективных факторов на ваш результат, то есть снижение симпатии со стороны преподавателя, который принимает у вас экзамен, если это внутривузский экзамен, снижение вероятности взяток и всего прочего, потому что ЕГЭ, он обезличен, там же вот это там номеруют их, и ты не знаешь, чей ЕГЭ ты проверяешь. На ваш взгляд, справился ли он с этой задачей, стал ли лучше в этой сфере? Ситуация неоднозначная. Сначала, когда ввели ЕГЭ, МВД, эксперты МВД заявили, что коррупция выросла. Да, именно так. Сейчас, я думаю, что можно утверждать, что коррупция снизилась ценой колоссальных усилий. Но вы знаете, как строго сейчас все правила единого государственного экзамена чуть ли не в туалет тебя под камерой сопровождают и так далее, и так далее. Что же касается объективности, то моя позиция здесь вот какая. Вообще убрать человеческий фактор из образования мы не можем по одной простой причине. Образование это по определению, так называемые субъект-субъектные отношения. Говорю по-русски. Процесс воздействия личности на личность. И когда мы убираем субъективизм учителя, мы в ЕГЭ оставляем субъективизм тех, кто составляет вопросы ЕГЭ. Я говорю сейчас про гуманитариев, да? Вы понимаете, что в математике дважды два всегда четыре, а формула всегда формула. В гуманитарных новых ситуация другая. Ну, у меня есть мои выпускники и помощники, я вообще сам выпускник педагогического института когда-то. У меня есть мои выпускники и помощники, которые проверяют ЕГЭ по истории общества знаний. Я уже несколько раз говорил моим выпускникам и помощникам. Они говорят, вот такой-то вопрос, предполагается такой-то ответ. Я говорю, слушайте, вы же заканчивали листфакт, вы знаете, что это неправильно. А что мы можем сделать, так это официальная точка трения. Поэтому в истории общества знаний очень часто нет единой и единственной правильной точки трения. И когда вы пытаетесь загонять ситуацию в положение, когда у парня или девушки единственный выход, это неправильно. Потому что если бы ЕГЭ был в устной форме, экзамен был в устной форме, парень бы смог показать свою эрудицию. Парень смог бы, соответственно, сказать, вот знаете, вот есть разные точки трения, а мне кажется правильной такая-то. Отстоять свою точку трения. На ЕГЭ это невозможно. Кстати, напомню вам, что рассказывал Виктор Антонович Садовничий, ректор МГУ и так далее, выдающийся математик. Когда он поступал в МГУ из Шахтеров, повторяю, он не знал совершенно одного раздела математики. По ЕГЭ он бы, ну не то, что провалился, но получил низкие баллы. Но он так здорово отвечал в другие разделы, показал такой уровень знаний, что его преподаватели закрыли глаза на то, что он не знает одного раздела, поставили пять, и теперь мы имеем ректор МГУ. – Скажите, пожалуйста, вот я слушаю вас внимательно и понимаю, что те тесты, которые вы излагаете, они же не изменились, да? Сколько ЕГЭ уже существует? – ЕГЭ существует в виде эксперимента с 2002 года, а в виде обязательного с 2009 года. Я должен сказать ради справедливости, что, конечно, сам ЕГЭ заметно изменился. – Да, вот меня волнует вопрос трансформации, и в том числе трансформация вашей критики на протяжении, все-таки, по-любому, 17 лет уже, да? – Да, вы знаете, ситуация такая. Я думаю, что наша критика не прошла даром. Она во многом повлияла на изменение характера единого госэкзамена. Практически исчезли тестоподобные задания с выбором ответов, типа, кто придумал теорему Пифагора? А, Пифагор, Б, Анаксагор, В, Сократ, Г, например, Аристотель. Вот эти задания практически исчезли, хотя в другой форме, в какой-то они отчасти остались. Появилось сочинение, правда, не в виде отдельного экзамена, а в виде теста допуска к ЕГЭ. Вообще во всем мире делается ровно наоборот. Тестовый экзамен или тестоподобный экзамен является допуском, а творческая работа является основным экзаменом. И так и надо было сделать с сочинением. Мы вообще предлагали, в том числе в наших законопроектах, сделать обязательным экзамен по литературе. Могу объяснить, почему. Но только не в форме ЕГЭ, а на выбор. Либо сочинение, либо устный экзамен, в зависимости от того, что лучше получается у парня или девушки. А почему по литературе? Потому что мое глубочайшее убеждение, что нет более мощного средства нравственного воспитания, чем великая русская литература. А почему к вам не прислушались? Ну, прислушались, но в очень ограниченных пределах. Ввели сочинения в виде допуска к ЕГЭ. То есть наоборот, да. Перевертыш такой. Слушайте, ну, честно говоря, я... Ну, хоть в каком-то виде ввели. Ну, я видела эти сочинения, но мне кажется, это слезы. То есть там, ну, я не знаю. Ну, выбирают самые плохие просто для того, чтобы показать. Ну, да, как там Андрей Болконский сражался под Сталинградом, да, не помню, там Пьер Безухов гонялся за Наполеоном с пистолетом по Москве. Нет, ну, даже не то, что там очередные глупости, а какая-нибудь тема, знаете, что такое дружба. И вот там, значит, все как-то эти все темы плюс-минус известны, там выучиваются какие-то пять тезисов, а потом... Их же оценивают, собственно, по критериям, которые задаются. То есть должно быть, я прям помню эти критерии, должно быть не меньше двух цитат и апеллирование к другим, да. Это же странно для оценки. Это странно для оценки, но я в каком-то смысле понимаю тех, кто выкатывает такие критерии. Я не хочу никого обидеть, но с моей точки зрения знание русской литературы, как минимум, нашими ребятами, по сравнению с моими временами, резко упало. Можно я расскажу историю, которая случилась недавно в моем любимом и родном городе Омске. Конкурс Мисс Академия интеллекта и красота. Примерно сто девчат, участниц конкурса, и столько же парней. Причем это прошлый год, конец. Я обращаюсь, естественно, к парням, все-таки девчонок мучить я не хочу, я до такой степени гердонравенства еще не дорос. Парни, юбилей какого великого русского писателя мы отмечаем в 18-м году? Тишина. И понятно, что вопрос я увязываю с темой конкурса. Парни, а кто из вас прочитал хотя бы один от корки до корки роман или повесть Ивана Сергеевича Тургенева в школе? Вот я прочитал в школе семь, по-моему, романов и повестей, да, потом остальные. Кто хотя бы один? Пять рук из ста. Зато честные. Я говорю, нет, это бесспорно. Нет, ребят вообще плохих не бывает. Ребята бывают только хорошие, очень хорошие, а если что-то не получается, то это мы виноваты, кто организовал такую систему образования. И последний вопрос. Ребята, какой образ, созданный Тургеневым или серия образов, стали в каком-то смысле символом русской литературы и даже, я бы сказал, русской культуры в мировой культуре? Про тургеневских девушек, увы, не вспомнил ни один. И тут я им рассказал историю про то, как молодой человек молится Господу и говорит, Господи, пошли мне такую девушку, чтобы она была нежная, верная, интеллигентная и к тому же красивая и умная. Ты знаешь, отвечает Господь, чтобы все вместе, я бессилен, это Тургенев. Спасибо большое. Вот мы сейчас перерыв только сделаем здесь на две буквально минуты. Напомню, что утренний разворот у нас идет Майкл Найки и Маша Майерс, наш живой гвоздь, первый заместитель представителей Комитета Госдумы по образованию и науке, Олег Смолин. После перерыва вернемся, а в Ютубе, кстати, продолжаем. Туда обязательно подключайтесь, задавайте ваши вопросы.